Девушки отдыхают 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 Смех Смех Девушки отдыхают 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 Особенно, когда делали гирю. А что с гирей? С гирей? Никак не пойму. Непонятная история. Когда я падаю, публика очень мало смеется. А должно быть нарастание. Наверное, плохо делаете. Возможно. Придется какой-нибудь трюк придумать. Делать тебе нечего. Седьмой год делаете гирю, публика смеется, а вы всего что-то и ищете, и ищете. Знаешь, ты меня надоел. Иди отдохни. Ладно, ладно, я пошутил. Не обижаюсь. Ну, будь здоров. Ладно, 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 ладно. Ну, будь здоров. Цирк давно опустел. Тишиною закован. Только где-то гитара нарушает аккордом покой. Эта песня, эта песня поет старый клоун Он прощается с цирком со своей смешной судьбой Он поет о дорогах, о гастролях, о странах Он поет о манеже, который уже далеко О забытых, о холодных, сырых балаганах О своем ремесле и о том, как смешить нелегко Старый клоун уходит, успехи свои и потери Словно старый солдат, навсегда он уносит собор Осторожно, осторожно, не скрипните двери Он прощается с цирком, как с любовью своей и судьбой Он прощается с цирком, как с любовью своей и судьбой Серьезно я решил стать клоуном, когда мне было пять лет Писал о себе Юрий Никулин Как-то раз отец повел меня в цирк Он привел меня в этот волшебный дом без всякой подготовки Просто мы шли гулять Цирк потряс меня Это было сорок лет назад Но я до сих пор помню этот день Прошли годы Мечта сбылась Но прежде Должны были пройти годы КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отец всегда старший друг, учитель. А вот учитель отца. Маленькая фигурка, знакомая миллионам людей. Михаил Николаевич Румянцев. Карандаш. Клоун должен казаться глупее тех, кто над ним смеется, говорил он своему ученику. Казаться, но не быть. Одно из первых выступлений Юрия Никурина в номере карандаша. Роль дворника. Но надо найти свое лицо, свой образ. Бесшабашный деревенский парень. Не то. Традиционный рыжий? Нет. К тому же очки закрывает глаза. А это? Снова не имеет успеха. Однажды старый цирковой артист сказал ему, зачем тебе парик, грим? Ты и так смешной. Будь на манеже самим собой. Быть самим собой. Но не это ли самое трудное в искусстве и в жизни? Успех. Он пришел именно так. Через поиски большей естественности, простоты. Вместе с Юрием Никуриным прошел этот путь его друг и постоянный партнер Михаил Шуйдин. КОНЕЦ Его искусство дает людям отдых, радость. Не в этом ли объяснение того, что испытав многое в жизни, он соглашается, хочет каждый вечер быть смешным. Спасибо. И люди платят ему уважением и любовью. Спасибо, пожалуйста. Зрители знают Юрия Никурина не только как артиста цирка. Он стал сниматься в кино. Его первые роли та же цирковая эксцентрика, клоунада. Я извиняюсь, товарищи. Для фестиваля, понимаете, придумал эффектную вещь. Люди увидят Ахну. Самодеятельный фейерверк типа салюта. Пожалуйста, не перебивайте. Я был в 23-й комнате, 24-й. Садитесь. Сейчас я его зажгу. И вы увидите. Сядьте. Садитесь. 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 Товарища, где же конструктор? Я извиняюсь, товарищи, не тот зажёг. Сейчас повторим. Двадцать ролей в кино. Экран открыл в нём то, что уже смутно угадывалось раньше. Талант драматического актёра. С особой силой он проявился в фильме режиссёра Кулиджанова, когда деревья были большими. Ну что, я тебя обидела чем-нибудь? Что ты, что ты? Ну а в чём же дело? В чём, в чём? Не могу я больше быть мерзавцем. Не могу. Раньше мог, а сейчас уже не могу. Чего не можешь? Низа свою не могу переживать. Знаешь, Наташа, я ведь не отец твой. Ну, ну говори. Кто же ты? Про хвост. Вот кто. Жулик. Услышал как-то, что живёт, мол, Наташа одинокая. Дай, думаю, пристроюсь. Ну не учёл, паразит, что в таком положении совесть может пробудиться. Ну и Силён, ты врать. Я всегда чувствовала, когда ты меня сочинял. Просто делала вещь, что не замечаю. Я просто не понимаю, ну для чего тебе нужно меня обманывать? Ну зачем тебе это надо? Наташа, я ж тебе правду сказал. Ну неужели ты думаешь, что я тебе поверю, что ты не мой отец? Когда и как сейчас помню, с тех пор ещё помню. С каких? С каких. Я ж тебе уже говорила. Тогда ещё деревья были большими. Да я ж тогда совсем не такой был. Значит, всё-таки был? Был? Ну и что ты достиг своим враньём? Сделал мне только больно, и всё. И снова репетиции. Часы, дни будничного труда Ради нескольких ослепительных минут перед публикой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова КОНЕЦ 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 Чудаковатый, наивный человек, доверчивый, любопытный, чуть-чуть лукавый, в чем секрет его обаяния? Может быть, в такте, в тонком чувстве меры артиста? КОНЕЦ Иногда в цирк приходит эта женщина. Она смотрит, но не смеется. Она волнуется. Мать артиста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Юрий Никулин любит встречаться со зрителями, сниматься в кино. Но все же его подлинное призвание здесь. Он никогда не оставит арены, потому что этому отдана жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...